Ну а тем временем мы в нашей студии уже есть гости. Это Павел Горбачев, практикующий юрист в сфере недвижимости и наследования. Доброе утро. Доброе утро. Надеюсь, вы удачно к нам добрались. Удачно. Павел, скажите, вы живете в центре города или где-то на периферии? На периферии, в районе. Скажите, ваш дом когда-нибудь был в даче? Нет. Он находится в границах населенного пункта, он всегда был домом. А в чем вообще юридическая разница между домом и дачей? На сегодняшний день, как такового понятия дачи нет, есть садовый дом и жилой дом. Садовый дом, это дом для временного пребывания, не предполагает постоянного проживания. Ввиду, возможно, каких-то технических особенностей, местоположения и других особенностей. Но он не предназначен для постоянного проживания граждан и для прописки соответственно. То есть там отсутствуют коммуникации или отсутствует отопление? Где межат? Много параметров и освещение, вентиляция, утепление, пожарные нормы, санитарные нормы, те же коммуникации. Много параметров, отличающих садовый дом от жилого дома. К жилому дому применяются требования технического регламента о состоянии строений, в которых описаны по разделам все нормы, необходимые для того, чтобы дом был признан жилым домом. Ну и если человек все-таки решил переоформить дачу в жилой дом, куда ему обращаться и какие документы нужно собирать? И вообще можно ли это сделать? На сегодняшний день со вступлением в силу 217-го федерального закона о садоводстве возможно садовый дом, на садовых участках возможно размещение садовых домов или жилых домов. Дачный дом это как бы устаревшее понятие, на сегодняшний день в законодательстве его нет. Те, кто не оформил вообще дом, могут по дачной амнистии сразу, имея правоустановящий документ на садовый земельный участок, оформить сразу жилой дом. Те, кто ранее оформил садовый дом, либо по старому законодательству дачный дом, на сегодняшний день имеют право переоформить его в жилой дом. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о признании садового дома жилым домом. То есть идем в администрацию с каким-то пакетом документов, да? С каким? В администрацию можно обратиться напрямую, либо через МФЦ. Пакет документов необходим, это заявление о признании дома жилым домом. Документ, подтверждающий права, что это ваш дом, вы обращаетесь в отношении своего имущества. И самое главное заключение кадастрового инженера, либо организации, состоящей в саморегулирующей организации изыскателей. Это что такое, извините, саморегулирующая организация изыскателей? Это кадастровые инженеры и организации объединяются в организацию, которая сами себя контролирует. Чтобы не было ошибок, организация, как сообщество, обеспечивает правильность действий и в случае каких-то нарушений несет ответственность. Бюджетная организация или частная организация? Саморегулирующая организация. То есть те кадастровые инженеры и организации, которые будут давать человеку заключение, они должны состоять в такой организации. То есть что содержится в этом заключении? Заключение должно как раз описывать, что данный садовый либо дачный дом соответствует параметрам жилого дома. Именно из, как указывает закон, из технического регламента. То есть он должен соответствовать противопожарным нормам, инсталляции, освещения, естественная вентиляция, нормы санитарные, нормы строительные. То есть конструкция должна быть крепкой, она не должна разрушиться, она не должна быть деревянным. То есть утеплением. То есть все нормы, соответствующие техническому регламенту. В том числе и сети, необходимые для проживания. То есть какие-то сети допускается, допустим, отсутствие. От газа, да? Допустим, газ может быть не проведен. Точно так же канализация центральная, не везде она должна быть, но при условии обязательно септика на участке. То есть некоторые параметры, в техническом регламенте это описано, это уже техническая часть, которую делает кадастровый инженер. Правильно ли я понимаю, что если, например, какие-то технические параметры не соответствуют, дом могут не признать жилым? Конечно. Это есть основание для отказа в признании. А каким основным критериям чаще всего отказывают именно на территории Крыма в признании дома жилым домом? Ну, вот чаще всего, что люди не соблюдают, допустим, может быть, не проведены сети, да? Или септик неправильно поставлен. Ну, любое несоответствие из технического регламента может стать причиной отказа. То есть специфики для Крыма не существуют? Нет. Ну, вы понимаете, что садовые дома все равно каждый строил, как строил. Скорее всего, это строилось и без проектов, без согласований. То есть как видел человек, так и строил. В результате, возможно, если это технически строительное несоответствие, он может его доделать. То есть укрепить те же стены, если у него все остальные нормы соответствуют. Но вот эти технические части указывает именно кадастровый инженер при обследовании. А после подачи заявления в администрацию, межведомственная комиссия все равно выезжает и сверяет. То есть то, что подали, оно должно в действительности соответствовать, чтобы не было каких-то махинаций. Скажите, это стоит сколько-нибудь денег? Да, мне тоже интересно, сколько стоит переоформить дом? Вообще, даже примерно, ориентировочно. Не скажу ориентировочно, смотря с какой фирмой вы обратитесь. Это частные фирмы, которые цену регулируют сами. И опять же, какой вы объем работы закажете. То ли вы даете доверенность, и фирма делает от начала до конца за вас полностью. И пакет подает, и готовит, и вам выдает готовые документы. То есть такая опция тоже есть? Да. Либо вы сами везде ходите, но заказываете чисто заключение, без которого все равно вы не сделаете. Ну, еще если есть ограничения каких-то третьих лиц на этот дом, то, естественно, при переоформлении нужно нотариальное их согласие. Это тоже составная часть пакета документов, с которым необходимо обращаться. Правильно я понимаю, что в садовом доме нельзя прописаться? Нет. Нельзя. При переводе садового в жилой, после признания его жилым и регистрации в госком регистре его как жилого дома, можно обращаться уже за регистрацией, ну, за пропиской. Авел Александрович, вы сегодня произнесли такое словосочетание, красивое, пафосное, дачное, амнистие. Что это? Да, это именно словосочетание, как бы бы того, это упрощенное оформление построенных домов. То есть, если незаконно, я так понимаю, построил раньше человек, да, на земле? На своей, обязательно. На своей, на своей земле, да. Но при этом не оформил именно строение надлежащим образом, то он может обратиться в соответствующие органы и как раз-таки зарегистрировать, да? Да, в упрощенном порядке. А в чем именно упрощение заключается? Ну, нет необходимости делать проект. Ну, то есть, он уже построен, смысл делать проект. То есть, это как бы, на сегодняшний день она продлена, дачная, амнистия. Ну, государство идет навстречу гражданам, которые построили и не оформили надлежащим образом ранее. На сегодняшний день в упрощенном порядке оформить. Ну, и главное условие, это, конечно, собственность на участок и, ну, соответствие градостроительным нормам. В частности, отступы. Красные линии, отступы от границ участка, это очень важно. Раньше на это не обращали внимания. Сейчас это важно, учитывая, ну, вот, я занимаюсь судебными спорами. Это очень часто густо, когда соседи друг с другом, вот эти отступы. Желательно, кто начинает строить сейчас, в первую очередь, отступите как положено. Если законом предусмотрено 3 метра, отступайте. Предусмотрено от красной линии 5 метров, лучше отступить 5 с половиной. Будет проще. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. У нас в гостях был Павел Горбачев, юрист в сфере недвижимости и наследования. Продолжение следует...